Приветствую вас. Я не думаю, что с ревностью нужно бороться. Я не думаю, что нужно справляться с этим чувством, которое вы, собственно говоря, называете ревностью. Я не думаю, что с ним нужно как-то вообще бороться и вот почему. Дело в том, что ревность сама по себе свидетельствует в некоторой, значит, степени о том, что у вас не совсем всё в порядке, что у вас не совсем всё спокойно, что у вас не совсем всё хорошо, что вы не совсем, вот, может быть, себе, например, уверены. Например. И в этом случае, в этом смысле, в этом смысле, возможно, имеет смысл, имеет очень большое значение, то, чтобы поисследовать это, посмотреть это, постараться увидеть то, что стоит за тем, что вы, к примеру, переживаете. То есть, увидеть, почему вы боитесь, ну вот, допустим, да, почему вы боитесь, к примеру, вот, того, что вам ваш молодой человек, допустим, изменит. Вот. То есть, почему у вас возникают подобные мысли, откуда они возникают у вас, эти подобные мысли. О каких страхах в этот момент идёт речь в чём и почему вы видите для себя угрозу? Вот. Вот мне кажется, что это можно поисследовать, мне кажется, это можно изучить, мне кажется, это можно раскрыть более подробно. И ревность из вашего врага сейчас, я верю в то, я верю в то, что для вас она сейчас действительно враг. Ну и она превратится в вашего друга. Вот. Потому что она поможет вам лучше в себе разобраться, она поможет вам лучше себя увидеть, она поможет вам лучше себя понять. И, как мне кажется, это очень здорово было и прекрасно, если бы это было так. Что касается причины ревности, то смотрите, ревность возникает из-за неуверенности в себе человека, из-за страха остаться одному, то есть из-за страха одиночества, из-за склонности сравнивать себя с другими людьми и из-за травмированности и изменок. А также из-за некого такого немножко обособленного, особенного восприятия сектора. То есть, речь идет ни много ни мало о предании чрезмерного значения секса. Иногда это бывает связано с тем, что секс воспринимается как, например, что-то грязное. Бывает такое. Иногда секс воспринимается как что-то архиважное. Такая вот история. Поэтому здесь, здесь я, конечно, очень рекомендовал бы поисследовать это. Я бы рекомендовал бы поисследовать именно это. Вот эти причины, эти причины, собственно, вашей вот ревности, как бы. И уже исходя из этого, делать какие-то выводы. Уже исходя из этого, смотреть на то, что вы можете, к примеру, в дальнейшем с этим сделать. Вот. Ваше обращение сейчас сюда – это первый шаг. Вот. Ну а дальше предстоит работа. Работа над своей самооценкой, которая у вас занижена, потому что вы считаете, что вам могут изменить. Над возможностью выстраивать доверительные отношения с людьми и не бояться того, что вас обманут и так далее. И совсем не потому, что этого может не произойти. Над личными границами, которые избавят вас от необходимости все контролировать. Ну и, возможно, над вашим личным жизненным смыслом. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...